Те вопросы в истории, на которых сосредоточивается не только западная наука, но также и философия, в конечном итоге были связаны с вопросом о том, что является истиной. Истина составляет фундамент, на котором затем основываются западные рационалистические философские системы одна за другой со целью охватить сущность реальности. Понятие истины. Истина в основном пользуется неприкосновенностью в истории философии, но, несмотря на это, встречается и критическое осмысление статуса самого этого понятия, как, например, у Ничи. Мы спросили о ценности этого стремления, положим, мы хотим истины. Почему же лучше ни лжи, ни сомнения, ни незнания? Прольем о ценности истины предстала перед нами или мы сами подошли к этой проблеме? Другой пример. Кстати, находим у Вильяма Джеймса. Истина – что-то, что происходит с представлением. Оно становится истиной, его истина де-факто событий. Процесс, то есть процесс, через который она верифицируется. Ее верификация. И прагматизм Джеймса утверждает, что практические ценности определяют значение теоретических ценностей. Разумеется, что несложно представлять себе такого рода отношения, хотя господствующее понятие философия утверждает обратное. И то, что на самом деле представляет сложность, заключается в том, что чисто теоретические ценности, систины во главе, как вообще они могут существовать вне конкретных практических интересов. И каким образом они появляются, и как мы можем быть связаны с ними. Какое значение может иметь чисто теоретическая ценность? Хотя бы теоретически. Получается, что мы сталкиваемся с проблемой недоступности объективного мира, на которой Платон указывает в своем диалоге под названием Парменит. И мы вернемся именно к этой последней проблематике в рамках будущей серии под названием «Три единства философии», когда будем углубляться в единство антологии, апистемологии и этики, в античной философии, составляющей метафизическую основу западного идеализма как такового. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...